Критерий. Вечной трудностью при создании математических моделей, в отличие от деревянных, является болезнь, которую можно назвать затруднением с выбором критерия. Каков тот критерий, с помощью которого можно вывести суждение о предпочтительном исходе игры, или с помощью которого должно быть выведено такое суждение? Для иллюстрации того, какое изобилие возможных критериев может быть в самом простом случае, представим себе домашнюю хозяйку, которой нужно купить на 5 долларов мяса. Какое мясо она должна покупать? Если ее критерием является просто количество, то она должна покупать самые дешевые сорта мяса и измерять платеж в килограммах. Если она заинтересована в разнообразии, она должна купить минимальное количество нескольких сортов, начиная с самых дешевых, и измерить платеж числом сортов мяса, которое она купила. Она может наконец интересоваться содержанием белков, жиров или калорий. Она может попытаться удовлетворить различные и прочие условия, или выполнить некоторые ограничения, накладываемые вкусами, запретами и так далее. Ее могут интересовать минимальные усилия при приготовлении пищи, и в этом случае она может сказать, мне нужно на 5 долларов жареного мяса. Прошу доставить его, как только вы будете в наших краях. Вообще говоря, проблема критериев состоит из двух вопросов. Как измерять и как вести себя на основе этих измерений? Теория игр. Теория игр нечего сказать по первому вопросу, но она дает ясные и определенные рекомендации относительно выбора поведения на основе сделанных измерений. Она утверждает, что имеется определенный ответ на вопрос о том, каким должно быть поведение разумных людей, если они приняли данную платежную матрицу. Понятие об определенном способе действия, которого должны придерживаться люди, не относится к обязательствам, основанным на законе и этике. Скорее, оно относится к своеобразной математической морали, или по крайней мере к принципу бережливости, который утверждает, что главная цель игрока заключается в том, чтобы получить наверняка как можно больший выигрыш перед лицом искусного противника, который преследует противоположную цель. Такова наша модель разумного поведения. Как со всеми моделями, сапоги следует примерять при каждом новом применении, чтобы убедиться в том, что они достаточно хорошо сидят. Однако, хорошо известно, например, из военной практики, что можно далеко уйти и в плохо подобранных сапогах. Проследим, каковы будут следствия применения этой модели в игре с нулевой суммой, представляющей собой, как вы помните, замкнутую систему, в которой денежные вклады просто переходят от игрока к игроку. Пожалуй, никто не обидится, кроме красных, если мы предположим на некоторое время для упрощения нашего изложения, что все платежи в матрице положительные. Это означает, что все возможные стратегии, допустим, доступные игрокам, будут влиять теперь только на то, сколько денег отдадут красные в конце игры синим. Это явно не честно по отношению к красным, но мы и заставим их пострадать ради общих интересов. Теперь, с точки зрения теории игр, синие хотят действовать так, чтобы наименьший выигрыш, который они могут получить, был как можно больше. Это удовлетворяет требованию надежности. Стремление красных, наоборот, состоит в том, чтобы сделать как можно меньшей ту наибольшую сумму денег, которую они должны отдать синим, независимо от действий синих. Такой философии, если игроки ее придерживаются, достаточно, чтобы определить их выбор стратегий. Если синие не отклоняются от этого выбора, они рискуют получить меньше, чем могли бы получить. А если красные не придерживаются этого выбора, они могут заплатить больше, чем могли бы заплатить. Выше приведенное рассуждение является центральной идеей теории игр. Всегда найдется способ действия, при котором в любой игре с двумя игроками будет удовлетворяться рассмотренный выше критерий. Однако, как и в случае с домашней хозяйкой, покупающей мясо, это далеко не единственный, возможный критерий. Вы можете придумать много других, приписывая, например, вашему противнику различную степень невежества и глупости. Поскольку теория игр не приписывает противнику эти привлекательные для соперника качества, она является консервативной, осторожной теорией. Обратите внимание на кажущееся различие целей синих и красных. Цели синих касаются выигрыша, а цели красных – проигрыша. Это различие не является реальным, поскольку оба игрока руководствуются совершенно одинаковыми рассуждениями. Это кажущееся различие является следствием нашего уговора о том, какое значение имеют положительные и отрицательные числа в платежной матрице. Принятие условий, что синие всегда заинтересованы в максимуме, а красные в минимуме, уменьшит некоторые технические трудности. Но давайте не будем платить за это мнемоническое правило убеждением о том, что в положении синих и красных отсутствует симметрия. Продолжение следует... Продолжение следует...